Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Из-за реконструкции площади Куйбышева к чемпионату мира по футболу стритбольные матчи перенесли в поселок Крутые Ключи. За трофей сражались 170 команд со всей страны в 11 возрастных категориях на 17 площадках. Стритбольный батл, который стартовал еще утром, определил победителей только ближе к вечеру. Кубок среди мужчин получила команда Лэп Раша. У девушек трофей достался неудержимым метелком. Призы за оригинальные названия команда на Самара Оупен не получили. В спортивный комплекс «Чайка» в эти выходные принимал первый фестиваль Самарской области по скандинавской ходьбе. На старт вышли несколько сотен спортсменов, от школьников до пенсионеров. 53-летний ветеран лыжного спорта Камиль Биткулов легко финишировал на 10-километровой дистанции по скандинавской ходьбе. Рассказал, что этот вид спорта отлично подходит пенсионерам. Для разнообразия отличная тренировка. В прошлом году 5 бежали, это маловато, конечно, отлично. Дорога радости, проверь и испытай себя. Такие оригинальные названия получили дистанции 3,5 и 10 километров на первом областном фестивале по скандинавской ходьбе. Оказывается, ходьба с палками – это не паралимпийская дисциплина спортивной ходьбы. Это полноценный вид спорта, его корни уходят в лыжный спорт. Новомодный вид спорта прижился как в городе, так и в селе. Ведь правила соревнований элементарны. Это наиболее естественный вид движения, и он действительно для человека максимально полезен как в плане реабилитации, так и в поддержании его хорошего физического состояния. Завершился первый турнир по скандинавской ходьбе микс эстафетой. Три по 300 метров шли семьями в трех поколениях – отцы, дети и внуки. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok